О да, наконец-то. Спустя три года после анонса, Overwatch 2 наконец-то вышел. Но как прошел релиз? Не так радужно, как хотелось бы, но давайте разбираться. Рейтинговая игра Ты просто дешевая копия. Нет. Я улучшенная версия. То есть теперь не одни тянут груз или какой-нибудь автомобиль, а сразу две команды, что добавляет особого разнообразия. Особенно это интересно делать с переработанными персонажами. Например, Ариса, у которой полностью переработаны способности, и она начала убивать все и вся. Или Кулак Смерти, который стал танком. Или, прости господи, Бастион, которого временно убрали из игры, потому что в нем оказалось слишком много багов. Или сразу три новых женских персонажа по каждому классу. Вот за что действительно хочется поблагодарить разработчиков. Так это за новые локации. Они здесь очень красивы и продуманы с точки зрения как геймплея, так и лора героев. Персонажи также получили косметические улучшения. Теперь у них есть скины из первого и второго Overwatch вместе. Из всего этого выделяются анимированные новые обои в меню игры. Это же просто шедевр, просто вслушайтесь. Вообще, складывается впечатление, что большая часть обновления новой части заключается в косметических изменениях. Тот же интерфейс был полностью переработан. Больше всего мне не понравилась таблица матча, никакой оригинальности по сравнению с первой частью. А цвет кнопок вообще, похоже, был взят с новой Battlefield 2042. Как вы могли заметить, Overwatch 2 стал бесплатным, и Blizzard сделали Battle Pass. И сказать, что эта идея отвратительна, то это не так. Взять тот же пример с Fortnite и Apex. Сколько лет уже существуют эти игры, и игроки всем довольны, но Blizzard у нас особенные. Мало того, что теперь ты никак не выбьешь все предыдущие скины, то и фармить бесплатно на новый легендарный скин придется около полугода. А если уж ты осмелишься купить старый легендарный скин, то приготовься выложить всего лишь 1200 рублей. Только вдумайся, 1200 рублей за один легендарный скин. Но можно не мучиться и заплатить каких-то 500 рублей, и наслаждаться полным Battle Pass'ом, но только 9 недель. Потом второй сезон. И в боевом пропуске нет донатной валюты, как в других играх. То есть в том же Fortnite или Apex ты спокойно мог накопить на второй боевой пропуск, имея первый. Тем самым Blizzard заставляет тебя тратить деньги каждый сезон. Раньше ты мог не парясь сыграть пару каток и получить халявный лутбокс, а то и несколько. Многие мои друзья, игравшие в Overwatch раньше, имеют по несколько легендарных скинов и эмоций почти на всех бойцах. А что же теперь делать новым игрокам? С точки зрения технической составляющей, Overwatch 2 не хороша и неплоха. Близзарды добавили AMD FSR первого поколения. Это аналог DLSS от Nvidia, но так как версия первая, а не вторая, то и говорить о ее работоспособности не приходится. Как бы я ни выставлял настройки, производительность никак не менялась. Также, пока я записывал этот ролик, я спросил мнение на тему нового Overwatch'а у пару своих друзей. И один из них попросил меня рассказать об одной проблеме. Слушаем. Обладатели двухъядерных процессоров не могут спокойно поиграть, так как игра спустя 5-20 минут зависает намертво. Разрабы совсем похуели. И все еще не посиксили. На форуме нашел какую-то команду, которая вроде как ограничивает производительность, но избавляет от фризов. Она мне конечно помогла, но в лютых замесах начинает лагать. Было бы славно, если бы ты рассказал об этой проблеме. Возможно, это связано с переходом игры на новый игровой движок, но в бете Overwatch'а 2 такой проблемы не было. Также на момент выхода видео злободневные очереди закончились, и игра стала заметно комфортнее, за что определенный респект. Также на моем компьютере, вот видите характеристики перед своими глазами, игра на ультра настройках графики Full HD выдает около 78 кадров в секунду. Считаю потрясающий результат для новой части. Несмотря на все проблемы новой Overwatch, многим моим друзьям, как и мне, она понравилась. Игра получила новое дыхание и какое-то разнообразие. Конечно, очень расстроило, что кооператив, ради которого по сути и создавалась игра, перенесли на 2023 год. Но нам, как простым игрокам, остается только ждать и надеяться, что Blizzard пересмотрит свою политику микротранзакций, иначе у нее есть шанс получить участь Battlefront 2. Ну и ее разработчики отказались от дорогущих и дисбалансных лутбоксов, но было уже слишком опознанно. Надеюсь, этот первый ролик для паблика NT News вам понравился, и вы поставите свой царский лайк, и оставите комментарий насчет новой части Overwatch. Всем пока!